Экспортсмен в Сирену. Ему 20-е года. Дорожил до 78 сантиметров. Профессиональный рекорд. В 8 боях 8 побед. Базовый стиль, банкротчон, представляет столицу Гузбаса город Намагузнецк в Сирену. Рыбак Патрути. Рыбак Патрути. Ему 30-е года. Рост 178 сантиметров. Профессиональный рекорд. 19 побед. 8 положений. Базовый стиль ММА представляет Республику Кразьево-Черкесия. Кразьево-Черкесия. Красному Кирилл Сухоблинов. Республика Андреев Сочи. Слушайте, ну фантастика. Честно, настоящий подарок. Настоящий подарок от лиги нам всем любителям смешанных единоборств. Такое суглавное событие. Это, конечно, очень сильно, очень интересно. Все-таки, мое субъективное мнение, вот Кемеровский какой-то вот этот регион, он рождает совершенно особенных людей. Вот Новокузнецк, Прокопьевск, да, там шахтеры, металлурги. Вот они из какой-то другой стали сделанные, очень прочные, такие жесткие ребята. Вот не все в мире там знают, например, какие-то там другие известные города наши, но в мире тайского бокса обязательно будут знать город Прокопьевск. Артем Левин, Артем Мохитов, это все Кемеровская земля. Анатолий Малыхин, чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе. Тоже оттуда. Вот что-то там в этой Кемеровской земле есть особенное. Очень жесткие, очень такие. Остальные ребята всегда оттуда приезжают. И, видите, вот рискует по-настоящему против очень сильного опытного спортсмена, да еще и дома. Дома для Кирилла Сухомлинова, хозяина, соответственно, здесь в этом рейдже. Ну, а еще нужно добавить, что Роман Подругин провел подготовку в Таиланде к этому бою. Он тренировался с такими парнями, как Тимофей Настюхин, Андрей Кошкин, лидерами своей команды. Еще, рассказывает, было много талантливых ребят, которые выступают на самом высоком уровне. Это чемпионаты России, Европы и мира. Так что вот такая у него была подготовка. Такие спарринг-партнеры, а мы знаем, хорошие спарринг-партнеры, это залог успеха. Не всегда, но в большинстве случаев. Ну, вышеперечисленные все ударники, а противостоят Кирилл Сухомлинов с очень большим таким бэкграундом, опытом в болевых удушающих приемах. Но, давайте по-честному, из Сибири порой для хорошего кемпа реально проще улететь в Таиланд, да, вот чисто даже географически, как-то логистически. Хорошо, похоже, зацепил сейчас Сухомлинова. Чем куда-то еще. Кирилл Сухомлинов, скорее всего, готовился здесь дома, здесь действительно очень много уже сейчас сформировалась такая команда сильных спортсменов. Мы видим, что он очень внимательно, так, знаете, подступает, подступает, так, не торопясь, ищет, не особенно рискуя, ищет для себя шанс войти в клинч, сблизиться. Видите, то вот такими... Ой-ой-ой! Аккуратно, стоп-стоп-стоп! Останавливать надо! Тяжелейший нокаут! Вот это да! Вот для чего, оказывается, ездил в Таиланд Роман Подругин. Просто шикарнейший правый боковой, и Кирилл Сухомлинов в рабовой тишине. Второй раз в этом турнире молодость побеждает опыт. И тишина здесь совершенно понятна. Кирилл Сухомлинов, слушай, но это гордость была бы для любой страны, спортсмен, который настолько, как бы сказать, имеет большой опыт и богатую историю. Но сегодня эта история не оказалась самым значимым фактором. Здесь дай бог сейчас ему здоровья, чтобы все было хорошо, потому что это чистый нокаут, очень тяжелый, и... Он обязательно потребует определенного восстановления. Ничего тут прям страшного нету, и многие спортсмены через это проходят. Давайте, пожалуй, присоединимся, поддержим... Поддержим... Поддержим Кирилла Сухомлинова с этой... Ну, в эту... Не очень легкую минуту. Именно в эту минуту, пожалуй, поддержка наиболее значима. Еще восстановление и возвращение в Ринклетт, так вот, спасибо, друзья. Давайте поддержим. Ну и наше поздравление. Слушайте, какой же все-таки... Не зря я столько комплиментов говорил Кемеровской земле, замечательному городу Новокузнецку, городу Веталургово. Это нокаут одержал победу из лесу непобещенных Рома Патруги. Давайте, братья, держите марку. Пожалуй, Кемеровская область на выходе.